Дорогие товарищи, еще митинг, посвященный Международному Дню Солидарности 1 мая, или как мы сейчас называем, День Весны и Труда, разрешите считать открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Первому слову предоставляется главе нашего района, князеву Владимиру Матвеевичу. Пожалуйста, Владимир Матвеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые земляки. Я от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним весенним, первомайским праздником, замечательным праздником, действительно праздником труда. Как мы уже сказали, исторически этот праздник назывался День Солидарности Трудящихся. И он идет еще с 1886 года, достаточно долгий период времени. Праздник считался одними из самых главных праздников тех людей, которые трудятся на производство, которые создают что-то. И какая бы, наверное, ситуация ни происходила с определенным периодом времени, какая бы политическая обстановка ни меняла ситуацию у нас, в России в частности, или в других странах, я думаю, что по большому счету ничего не меняется. Это действительно праздник наш, праздник всех людей труда. И сейчас, на сегодняшний момент, задачи у нас стоят те же самые. Сделать так, чтобы те люди, которые живут на территории нашего района, на территории нашего города, те люди, которые трудятся, те люди, которые рождают детей здесь, жили наиболее комфортно, жили лучше, были более счастливы. И этот год у нас, 2014 год, достаточно знаменательный год. Год юбилейный. Нашему городу 250 лет. Нашему строительному заводу 250 лет. И мы сейчас ведем активную подготовку к этим мероприятиям. Хотелось бы очень достойно вместе с вами встретить, отметить и отпраздновать эту прекрасную дату. Я еще раз поздравляю вас всех с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успеха. С 1 мая. Слово предоставляется Кашину Станиславу Александровичу, главе нашего города. Поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником. Действительно, как уже говорилось, праздник этот в истории неоднократно менял свое название. У людей, наверное, более старших он остался в памяти, как День солидарности гулящихся людей более молодого поколения. Он больше помнится, больше они знают этот праздник как праздник весны и труда. Но действительно, этот праздник людей, которые трудятся на своей малой родине, которые создают свой родной край, благоустраивают его и делают жизнь вокруг себя, жизнь людей, которые живут рядом, немножко лучше. Я желаю вам удачи, большого счастья, чтобы побольше над нашим замечательным городом было светлых и удачных дней. Ну и чтобы жизнь вокруг нас была, по крайней мере, становилась полной чашей. С праздником вас! Слово предоставляется председателю Совета ветеранов района Югиной Светлане Леонидовне. Пожалуйста, Светлана Леонидовна. Дорогие друзья, я, когда вас вижу всех вместе, прямо радуется сердце. Действительно, пережито очень многое в нашей жизни. Каждый из вас имел свои трудности на жизненном пути, но этот праздник, все же мы его считаем праздником солидарности трудящихся. И этот праздник остается у нас с вами, у наших с вами, поколений, именно таким. К сожалению, молодежь сейчас уже изменила его название, как уже сказано. Но мы с вами стараемся так сделать, чтобы молодежь знала, что этот праздник существует. Хотя и праздничный день-то с него, можно сказать, почти сняли. Сейчас вот попал один день нам только, да, а завтра хотя бы рабочий день, но нам сделали праздничный тоже. Итак, мы с вами пережили многое. И это самая, вот та тяжесть, которая была, она закалила нас. И мне отрадно видеть, что все вы здесь приходите на этот праздник, и всегда у вас на лицах бывают улыбки. С праздником вас! Здоровья вам! Всего самого-самого хорошего! Но одновременно с этим у меня есть письмо, вернее, поздравление от губернатора области, от Никиты Юрьевича Белых. Уважаемые ветераны, примите мои мистерные поздравления с праздником весны и труда. Мир, труд, май. Были и остаются жизнеутверждающими символами народного единства, созидания и возрождения, веры и жизни, добра и справедливости. Ваш ответственный труд на благо родной страны достойно продолжает славные традиции нашего народа. Служит свидетельством того, как объединение, объединенные усилия мы можем добиться поставленных целей, укреплять экономику и социальную сферу, государственность и обороноспособность, формировать гражданское общество, обеспечить людям достойную жизнь. От всей души желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья и благополучия, губернатор Финок Думы и Киды Юрьевича Белых. Еще раз будем всех поздравить. Всем тоже пожелать, как и не Киды Юрьевича, желать здоровья, добра и благополучия. Всего вам самого-самого хорошего. Товарищи, кто еще этот пожилой Аргустович? Ну, раз пока и желает их нет, мне бы хотелось сказать насчет 1 мая. В 1886 году прилилась кровь рабочий, которые требовали, чтобы рабочий день был 8 часов. Но, как обычно, наши правители, вместо того, чтобы удовлетворить просьбу рабочих в 8-часовой рабочий день, они отбили стрельбу. 4 человека было убито и 40 раненых. Вот в честь этого дня, значит, назвали день международной соединенности трудящих с рабочим классом. Мне очень радо сегодня, что впервые после 91-го года у нас проходит праздничная демонстрация в Москве. Все же я думаю, что начинается, значит, не забывать то, что было у нас хорошее с вами. Ну, у нас с вами предстоит в этом году очень большие праздники. 9 мая отмечать будем, 59-ю годовщину. День нашего, значит, 250-летия завода. Меня вот насчет этого 250-летия завода очень беспокоит. По сути дела, наш город создали мы и назвали не тогда, не 250 лет, а позднее. Так же и район-то у нас создался позднее. Вот я смотрю сейчас на молодых наших руководителей города, района, и думаю, как вот мы встречать с вами будем 250 лет нашему заводу, когда его по сути дела нас с вами не стало. Что мы будем говорить о заводе? Вы все, наверное, смотрели или читали в газете, что последние колуны продают, значит, на заводе, и ящики железные. Вот я поступил на завод 60 лет тому назад, это было 55-й год. Тогда было 10 цехов основных, и 5 было не основных. 10 цехов было, плюс было подсобное хозяйство, ход в цех был и так далее, и так подобное. Что мы вам, с какими истоками будем подводить с вами 250 лет заводу, я не знаю. И как они выступают, наши руководители будут, насчет завода тоже не скажу. Но у меня такая просьба, и все, с кем встречаюсь, говорят, пусть заклад сделает глава района, но садоклад пусть сделает хозяин завода. И пусть он расскажет, как мы достигли таких достижений, что, по сути дела, завод-то надо закрывать. Сейчас остался один цех, и работали всего 200 человек. Та молодежь, которая пришла сейчас руководить районом, она не виновата. До нее уж развалились заводы, начиная там с 90-го года. Следующее, что нас беспокоит очень, это взрослые ранения. Много мы говорим о том, что там выделяются средства, будут нас осматривать каждый год по два раза, как вот здесь недавно было собрание. Все стало хуже. По целому месяцу приходится стоять в очереди, чтобы попасть в зубном врачу. Это радо дело. Это тоже наше с вами требование, наше конституционное право. Так или нет? Так что я думаю, что вот нынешней молодежи, руководителям, особенно надо обратить внимание на здравоохранение. Следующее, что я хотел бы сказать. Лицо у нас города, что кто представляет? Плотина, правда? Посмотрите, сколько там ям, посчитайте-ка. Каждый год такие мы средства с вами тратим на ремонт, на асфальтирование. Так что нет таких специалистов, которые могли бы так заасфальтировать, чтобы на года. Но у нас каждый год, что эту работу их не принимают, что эти деньги платят, я понять никак не могу. Каждый год посмотрите, кто у вас в зале живет. Почитайте, сколько ям сейчас. примерно на расстоянии 100 метров. А деньги здесь затрачены. То, что я вот считаю, руководству города и района. Деньги надо как-то использовать, чтобы они отдавали от дачи, чтобы чистота была и порядок у нас был в городе. Следующий вопрос мне хотелось сказать. Я уже тут говорил в доме города. Контейнер, почему у нас стоят там водоканалии? У нас вот сейчас уборка идет территория. Куда мусор подливается? Вокруг города в лесах находится. Давайте хоть создадим комиссию, обойдем возле города наши леса, и наши там, которые, что находятся в территории. И посмотрим, что там делается. Это ведь, знаете, безобразие самое настоящее. Ну, говорят, что денег нет. Я согласен, денег нет. Народ-то все равно подоходный долог платит. За землю долог платят. За имущество платят. Так надо как-то находиться вот в таких вопросах. Хоть уборка там, значит, в субботнике это бывает. Хоть надо нам, наверное, контейнер-то ставить на улицу. Сейчас ведь ни на одном предприятии нет. Посмотрите. И весь этот мусор от населения, особенно частного сектора, находится в лесу. Не делайте это, друзья, миленькие. Если мы говорим, мы составляем тогда смету бюджета, так давайте сколько-то предусмотрим. Ну, хорошо, наши жители отказались от уборки мусора, чтобы деньги не платить. Я лично был за. И сейчас скажу, что я за. Но почему, не знаю, большинство отказалось оплату производить, вывозку мусора, я не знаю. Так вы должны были в этом отношении, это более аккуратный. Администрация просила, давайте соберем деньги, давайте будем по графику вывозить мусор. Но почему с вами не согласились, я понять не могу никак. Особенно пожилым людям, они ведь не понесут, значит, мусор, значит, в лес. Они не могут, многие не ходят. Это, вы знаете, кто мусор-то в лесах? Те, кто имеет технику, машины имеют. Вот и в чем дело. Санкт-Петербург уже жили. Ну, что-то делали. Вот благоустройство объявили мы в городе. А где машины-то? Либо хоть графику бы составили по вывозку мусора по улицам. И то бы все люди знали. Ничего не делаем. Так вот, мы готовимся к празднику. Только к празднику. Нам надо, чтобы это было каждый день, у нас подготовка по угорке этого территории. Так что молодым вот нашим, которые пришли к власти, мы плохого-то ни к чему не учим. А говорим то, что требуется нам это сделать. Вот посмотришь, шкировый, идешь. Констейнеры везде стоят. Они такие же платят, и налоги такие же платят, и подоходные налоги, и там, за имущество, и недвижимость, и на все. У них денег хватает, у нас нет. Давайте додумать будем, особенно депутаты, которые у нас там находятся. Надо сколько-то выделять на уборку мусора. Ну, я тут расплакался. Еще раз, значит, что хочу сказать. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам всем то, что все блага есть, которые у нас на земле, чтобы они у вас были. И чтобы вам счастье, не только вам, и всей вашей семье, и всему нашему народу, который проживает в Белой Холунице. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Еще мне вопрос. Кто-то желает, пока здесь у нас есть глава района, есть глава города, может быть, что-то пожелаете молодым сопарням? Смотришь на него. На них смотрим. Вот, пожалуйста. Вот, секунду, дорогие друзья. Это знаете кто? Не знаю. Тогда приезжайте. Поздравляю вас с первым майским праздником. С праздником. Мира, труда. Всем пожелать вам здоровья, оптимизма. Всегда быть теми людьми, которые в те далекие времена в первом майский праздник встречали демонстрации, проходя здесь, по улицам нашего города, с флагами, с шарами, с цветами. Быть теми самыми задорными людьми. А еще бы хотелось поздравить сегодня всех тех, кто принимал активное участие с 65-го года после дня рождения первомайского леспромхоза, в развитии этого первомайского леспромхоза. Не забывайте, что в мае он родился. Николай Петрович, с днем рождения первомайский леспромхоз. Спасибо всем тем, кто его когда-то создал. Хочу сказать, довесок к заводу. Германский леспромхоз стоит, работает и будет продолжать работу. Это к сведению. И нам будет что с Владимиром Матвеевичем сказать и про завод, и будет что сказать про предприятие, которое на сегодняшний день существует в нашем городе. Будет что сделать. Плюсом еще хотелось бы добавить, сказано было о мусоре. Владимир Матвеевич, конечно, не сказал этого, но при главе района сегодня собран Совет Хозяйственных Руководителей куда вошли энергичные, нормальные руководители предприятий, которые сказали объединившись. Мусора больше в городе столько, сколько его есть, не будет. Ой, будет, если... Ваше послание... Ваше послание... Права услышал, руководители услышали. Я думаю, что ваше начало тех далеких времен, которые были заложены фундаментом в нашу жизнь, мы подхватим во главе с Владимиром Матвеевичем Станислава Александровичем. Ну и продолжим ваше хорошее дело. А мы поможем это дело делать. И надеюсь, что Первая майская демонстрация однозначна возродится и в нашем городе. С праздником еще раз, здоровья, мира, удачи и не такой Украины. А вот чтобы не было никакой Украины, и чтобы все мы знали, что мы с вами добрые, всегда веселые и живые, и что мы не хотим войны, да, чтобы всегда было мирное небо над головой, давайте-ка споем песню. Смело, товарищи, в ногу. Вам разданы слова. Чтоб вы не забыли слова, давайте, слова есть. Надо петь до утра, красного снежного лета. Пока спела, товарищи, в ногу. Поехали вперед. Итак. Поехали вперед. Поехали вперед. Поехали вперед. Поехали вперед. Трудцы льди виновали, чашлы сиям враги. Трудцы льди виновали, чашлы сиям враги. Спасибо вам большое! Дорогие товарищи, вот тут про Украину сказали. Мы от ее не захватили, обоссоединили то, что справедливо. Помните, Крым всегда был российский. Это отдал его Хрущев, который раньше был первым сектором Украины. Он и туда и передал. Так что мы не захватили, а мы воссоединились справедливо. Так что вы всегда это говорите. Да, воссоединились. И я думаю, что большинство здесь, которые присутствуют, это поддерживают. Я считаю, что это сделано хорошее дело. У нас есть куда будут ехать. Чем в Египет, да в Турцию, можно съехать и ездить в Крым. Сейчас проедите-ка в Крым-то на чем? Сегодня сообщали, как ехать надо. Дорогие товарищи, если нет больше выступающих, еще желаю здоровья все крепкого. Будьте здоровы. И спасибо за то, что вы пришли. А я думаю, что праздник 1 мая возродится. И на будущий год наше руководство мы подумаем, чтобы не только пожилые люди до среднего возраста приходили, а чтобы и школьники участвовали, как раньше была демонстрация. На это я надеюсь. Так что будьте счастливы и здоровы. Все. Я хочу выразить и всенародную благодарность нашему веру города. В прошлом году, 7 ноября на митинге, я пожаловалась ему, что в нашем костюме никто не вывозит. Нынче наши активисты прошли по квартирам, заключили договора, и к нам первый раз пришла машина. Спасибо большое. Так что мы благодарим главу города и района. А я еще пожелаю, как надо сделать, как и раньше, чтобы за каждым предприятием были закреплены улицы. Чтобы мы знали, когда чего. Так или нет? Вот. А если будут закреплены улицы за предприятием, мы будем знать, когда она придет и когда мусор выносить и прибираться. Нет, раньше ходил депутат по улице, да? И вот у нас как свалка. Там вообще дрова, дрова, дрова. Ведь раньше, 1 мая, насколько я помню, жила в своем секторе. Значит, приходили. И вот если вы не уберете, значит, будут даваться с травм. И все дрова. Не только на улице. Мы за завод складывали. Улица была чистая. У нас коммунара широченная. И ни одной. А сейчас чего? Делянки целые на улицах. Вы пройдите на Советской. Там вот уже лет 10 лежат эта трава. Все звенили. А улица узкая. И все лежат. Как это? Кто должен заниматься то этим? Пусть убирают за забор. В общем, короче говоря, наши слова услышаны и записаны. Так что я вас... Готовьтесь к празднованию 9 мая. Это тоже всенародный праздник. Вам бы пробовать. Мне можно? Пожалуйста. Вот Олег Валентинович говорил, что 1 мая с келесного воздельца. Наверное, еще потому что он руководит там долгое время. А хоть на доводе что делать? Заговорят опять новый директор. Кто директор? На протяжении года там. Михаил Алексеевич. Молодой. Нет. Нет. Хотел бы узнать. Сергей. Кто хозяин этого завода? И кто на старой сервере директор? Алпатов. Кто? Алпатов хозяин. Кто? Не знаете. Кто хозяин? Алпатов. Значит, по машиностроительному заводу. Директор на сегодняшний момент Лобовиков. Только старший. Вы все прекрасно знаете там. С реки Бцекера. Да. А хозяева этого завода. Завод у нас акционерный. Там есть ряд акционеров. Которые завладельцы. Насколько могу сейчас сказать. Я не скажу, сколько по количеству акций. Значит, старший у нас Алпатов. У старшего, младшего брата Сергея Алексеевича. Значит, в состав акционеров входит Овчинников. Это Москвич. Вот это основные акционеры. Плюс еще Дудников. Основные акционеры этого завода. Так. Ну, давайте-ка, уважаемые земляки, добавлю тогда к этому. Миша. Я уже, конечно, об этом говорил. И, действительно, да. Судьба завода беспокоит всех нас. Потому что, как бы ни было, на сегодняшний момент, вроде бы, да, ситуация поменялась. Там работало несколько тысяч человек. Основная, да. Основная масса людей, которые проживали в Белой Холнице, которые трудились, они работали на этом заводе. И ни одно поколение прошло через этот завод. Это наша память. Огромная наша память. Сейчас, на сегодняшний момент, заводы действительно работают. Если сказать холкинги, завода там около 400 человек. В основном производстве 230 человек работают. И, вроде бы, он уже сейчас не является таким градообразующим предприятием, да. То есть, появились другие предприятия, которые несут экономику нашего города. Но он же завод для нас, это родное. То есть, без него как бы не может быть. И, конечно же, волнует и желание того, чтобы сохранить завод, оно есть. Поэтому, ну, наверное, вы читали, наверное, в газете, слышали информацию о том, что по поддержке таких же городов, как Белая Холница, а мы являемся моногородом, считаемся зависимым одного градообразующего предприятия. Было совещание в конце декабря прошлого года. Представители внешнеэкономбанка, который как раз курирует это направление, приезжали сюда. И после этого совещания выбрано определенное направление для поддержки и сохранения нашего завода. То есть, это первое. Создание на свободных площадях после концентрации производства завода промышленного парка. То есть, территории, где будут заходить новые инвестора, которые будут открывать новые рабочие места, новое производство. И, скажем так, та территория будет 100% задействована. Но для этого необходимо и наше инфраструктурное мероприятие. Поэтому администрации города, района сейчас ведется подготовка проектно-смертных документаций по водоснабжению, водоотведению. Проектироваться объездная дорога, которую нам необходимо, вы знаете, уже многие годы мы ждем ее. То есть, мост там через Богородское, объездная на ту сторону. То есть, все это готовится. Заявка нами подана, мы сейчас ждем ответа. Какой будет результат от Москвы, соответственно, будет уже направление как бы движения. Поэтому надежды есть. И естественно, что будет сделано все для того, чтобы сделать так, чтобы сохранить завод, сохранить эту территорию и ее максимально грамотно использовать. Завод был народный. Написать письмо от имени народа, что сейчас данные руководителей завода или как акционеры ничего не принимают, только разваливают. Всем подписаться на имя Путина от имени народа. Им не нужен завод, а народу. Может быть, будет такой прецедент, что, в самом деле, все, что развалено, надо отдать народу. И подписать, сколько там за ваучер там брали они. Вот каждый по ваучеру и по бутылке отдать этим нынешним акционерам. Так они уже вот с выше головы живут. Так зачем он им нужен? Скажи мне, Михаил, пожалуйста. Так нет, им сказать обратно мы купаем ваучеры по бутылке. По бутылке за сколько покупали? Ну, это как еба. Юмор. Вот, возвращаясь... А еще один вопрос. А второй вопрос. Чтобы был где-то порядок, нужен хозяин. Хозяин города. А хозяин города у нас кто? Кашин. Так вот, урны наставим, контейнеры наставим. Все их заполним, а убирать некому. Вроде бы все выполнены. Указали. Урны вот сейчас поставлены. Когда они убирались в последний раз? Потом, у нас есть рынок. Я знаю, что такие рынки в городах приносят прибыль. А у нас, по-моему, этой прибыли нет. Даже на рынке пройти негде. Там по колено лужи. Ну, деньги же они платят в город? Или они не платят в город? Собирают. Ну, так надо хоть заасфальтировать. Сколько раз говорил, что каждый, допустим, кто там, руководитель на рынке, освещение должно быть. Магазин тоже освещение. Реклама должна подсвечиваться. В Москве за рекламу, если в ночное время не включено, штрафуют. У нас никого не штрафуют. Я говорю, единственно, что если есть хозяин, то он борется за это. Вот Лужкова ругает, но он был хозяином. Хоть под себя подбирал, но и городу давал. Почему хороших людей смещают? Наоборот, их надо хвалить. А то обосрали мужика Лужкова. В русский сказать, правильно? Нет, ну правильно. Он хороший мужик делился, но он мало поделился. Переводил облаченную воровскую. Дорогие земляки, ну, давайте как бы так. Ну, это мелочь. Да, да, немножко по порядку. То есть, конечно, письмо можно такое подготовить от жителей города белой коммуниции, допустим, отправить. Ну, естественно, что мы это понимаем, что как можно частную собственность национализировать. То есть, она как бы есть. Ну, какая, любая собственность должна приносить пользу. Вот у нас собственность. Поддано, забором сделали в центре города. Чего? Хорошо, давайте вот сразу же как бы поговорим на это. Вот смотрите, я сейчас скажу. Если договор заключен, продали, то в какой-то срок должно быть построено. Если в этот срок не построено, должно быть аннулировано. Это писаться должно в договорах. А договора, если построено, как по заправке было. Заправку делали, не в том месте. Деревья пилили, за каждое дерево по пять тысяч. Я спилю сейчас это дерево, меня под суд отдадут. Вот как и так получается, скажите. Давайте не будем все как бы мешать. Нет, я не мешаю, я просто говорю, что если есть хозяин, то у него дом красивый. Если нет хозяина, то у него рухляк стоит. Дорогие земляки, я как раз хотел этого сказать. Вот смотрите, мы сейчас все переживаем о том, чтобы наш город был чистен. О том, чтобы у нас в лесах не организовывались свадки. Так это ведь, дорогие друзья, это все от нас. Вот смотрите, давайте возьмем южные регионы. Там ведь никто никого не заставляет. Вот я просто там был, у меня есть друзья, общался. Вот понимаете, они вот выходят. Без разницы, кто зарабатывает. Пять тысяч, десять или пятнадцать. Чтобы купить банку краски и подкрасить свой забор весной, не так много нужно средств. И не надо никого нанимать, это можно самим сделать. Выйдут родители, выйдут дети, приучать их нужно к труду. Мы можем сделать так, чтобы наш город стал красивше. Мы почему-то ждем, что кто-то вот, ну давайте не я, а может быть кто-то другой придет и это сделает. И вот начали говорить о заводе. О том, что давайте национализируем, давайте отдадим. Вот маленький пример. Стариковцы. Там было небольшое сельхозпредприятие. Вы знаете, что сельхозпредприятие, там жители, стариковцы были владельцами этого предприятия. Обвинили одного руководителя, что он ничего не сделал. Несколько раз их пытались собрать. Так давайте, ваш совхоз, зачем вы сейчас скотину губите, почему вам не прийти. Вот некому даже было коров подоить. Люди не выходят, не делают. Это же их собственность. Вот это их собственность. Я согласен. Но почему вот первомайский лиспромхоз, первомайским остался работает, а другого-то ничего нет. И в первомайском лиспромхозе руководитель работает. Тот, который здесь живет. Я ведь не говорю, что руководитель там хороший, а завод разваливается. Конечно, ответственность того, кто хозяин этого завода. Естественно, это его. То есть, как организовать работу. Да, понятно, там сложная ситуация. Машиностроитель – это достаточно долгий процесс. Оборачивать денег – это не как там у торговли или еще у какого-то другого предприятия. Здесь полгода для того, чтобы выпустить продукцию. Мы же все здесь живем, мы же работали. Вы знаете, что начинаются с того, что закупаются материалы, закупается сырье и достаточно объемное. То есть, это процесс очень длительный. Конечно, грамотное руководство. Конечно, модернизация. Конечно, вкладывание денег. Естественно, спрос с хозяев. Но, правильно, национализация… Так у нас Россия, менталитет нашего народа какой? Вот раньше было, мы на 1 мая собирались. Руководитель говорил, что все вышли на 1 мая. Сейчас никто не говорит, никого не гонит. Поэтому приходят вот… Ну, рядышком пришли люди тут, собрались. Есть у нас, у нас, у народа должен быть царь. Вот царь сказал, значит все пошли. Не скажет, никто никуда не пойдет. Подождите, мы сейчас как раз говорим о том, что… Ну, я и говорю… Ну, это вроде бы для народа, народ сам должен… Какой царь… Народ у нас такой, что нельзя его… Пока с кнутом не божьей, никто никуда не денется. Или у нас демократия, и мы живем в демократическом обществе… Почему он такой был, народ? Почему? Вот, подождите… Вот правильно говорится, управлять нужно. Подождите, вы говорите, что не было руководства. Вот вчера проходил субботник. Все руководители были… Вот Олег Валентинович уже об этом говорил отца. Руководители были приглашены, были назначены ответственные, была закреплена техника, было количество людей закреплено, и все общественные территории прибирались. Но и всем ведь жителям было… Главой города уведомление о том, что необходимо прибраться. И все прекрасно знают, что майские – нужно прибираться. И все прекрасно знают, что если мы кушаем, если мы какие-то покупаем, если у нас есть… Как кнута не будет, никто никуда не пойдет. Ну да… Нет, давайте мы будем лучше друг друга понимать, друг друга лучше слушать и работать. Вот я вот могу сказать… В столу я рыбачил в Гучили. Ребят, подождите. В Гучили. Привоят мужики, говорят… Вот мама, никто ничего не платит на заводе. Подожди, на заводах. Я говорю, так чего? Почему не уходишь? Так я буду возмущаться, меня уволят, другой придет. Я говорю, так тогда все пришли и сказали, нет. Пока повышения не будет зарплаты или условий труда, никто не будет работать. А у нас как? Ну и ладно, я приду, за пять тысяч поработаю. Ну вот, понимаете, это решение каждого гражданина личное. И уж я считаю, что сейчас-то у нас здесь нет такого, что если человек придет и потребует свои права, и прокуратура на это не обратит внимание. Я могу сказать прокуратуру. Вчера идет мужчина, у жены делают операцию. Говорит, я-мое, вчера, в прошлом году еду на мотоцикле. ГАИ останавливают наши. Говорит. Я говорю, чего остановил? Да вот, остановил чего-то. Второй говорит, выключи свет. Я выключил свет. А то, говорит, аккумулятор посадишь, не заведешь. Зашел, посадили в машину. Говорит, почему без света ехал? Он говорит, да я со светом ехал. Ты еще будешь мне пререкать, я тебе выпишу не сто рублей, а двести. Еще больше, триста выпишу. Чего? Ну, вот смотрите. Я говорю, нужен хозяин. Вот он сказал, сделал. А то ГАИ гоняют, пенсионеров. Кто? Вот я не видел ни одного, что проезжал там молодой парень со шиком проедет. Ничего. Ну, не соглашусь с вами. Подождите. Возьмите, проверьте, сколько штрафов наложено по возрастной категории. И не надо ничего говорить. Вот, смотрите, как бы. Вот не соглашусь. Почему? Во-первых, сейчас в любой машине работника ГИБДД ведется видеонаблюдение. Да. На мотоцикле есть видеонаблюдение. Нет, вы говорите, посадили в машину. Нет, вы же сами сказали сейчас, посадили в машину. Я говорю, у деда какое видеонаблюдение есть? Деда посадили в машину. В машине ведется видеонаблюдение. Они как бы не имеют права даже разговаривать с человеком. Это раз. Второе. У любого деда сейчас он умеет пользоваться сотовым телефоном. Любой. Включите, пожалуйста, диктофонные беседы при этом. Ладно. Я вот знаю, что сюда приехал. Останавливает. Я говорю, чего остановил? Он улыбается. Страф с вас. Я говорю, какой. Дорогие друзья. На самом деле, Владимир Матвеевич, можно буду рефери? Дорогие друзья, сегодня 1 мая. Сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить те времена далекие, когда мы были молодыми и шли здесь демонстрации со всеми атрибутиками. А мы сейчас начали спорить о чем-то непонятном. Сегодня есть молодой глава. Еще моложе. Кто за ними-то? Раньше как? Мы за ними, да? Да. Поэтому, дорогие друзья, большая просьба. Совет хозяйственных руководителей уже есть. Они объединились вокруг них. Осталось только вам сейчас с богатейшим опытом поделиться с нами. Нам этот опыт перенять и стартануть. Значит, праздник 1 мая начался. Приборка. Владимир Матвеевич уже организовал. Станислав Александрович. У субботник все сделали. Молодцы. Что мы их еще пытаем? О заводе пытаем. Так извините, дорогие друзья. Секунду. На этом заводе работают те же самые люди, как мы. Понимаете? Только они моложе. Их большой наш минус. Мы их не научили работать так, как работали вы. А потому сегодня вам спасибо за ваш труд, который был в те далекие времена вложен в наш город. Что вы создавали заводы и предприятия. Спасибо вам за этот труд. Вас еще с праздником. Давайте всех своих родных поздравим. А мы еще пойдем кого-нибудь поздравим, да? И рванем 9 мая. Еще будет уборка. Я думаю, что все вы будете вместе с нами. Бегни у города. Поэтому дебаты закончили. Фабрика. Нет. Значит, я вам давайте скажем. Мы сейчас с руководителями города и районов клубов. И особенно приглашать, когда приезжает у нас губернатор. У нас тоже к нему очень много вопросов. Он никогда с нами не встречается. А тут мы сейчас будем, что к одному товарищу все. Некоторые вопросы от него не зависят. Что мы сейчас это поставим? Да, правильно. Белый сразу не приезжает. Давайте общее собрание пенсионеров, когда есть в городе. В прошлом году было три собрания пенсионеров. И пришло по 30 человек. Какие разговоры? А объявления висят по всему городу. Так что мы ругаем молодежь. Но прежде чем ее ругать, давайте им поможем тоже. Вчера субботник был по городу. И мы ведь с вами не все вышли. Пенсионеры. Даже те, кто может. Не все вышли. У нас пришло из тех пенсионеров, в городе 7 тысяч пенсионеров. А пришло 25 человек. А ведь каждый вокруг своего дома прибирал. Здравствуйте! Так мы вокруг своего дома все должны обязаны прибираться. На машину, там вот. ЖКХ. Так как? Так все понятно. В это можно вокруг своего дома прибрать. И не в это время. А дом-то может многоквартирный. Вот. Но прибрать территорию. Общую территорию. Нам не отходим. Подождите минуточку. Пойдем уже на труд май. Тоже помочь. Нет, слушайте. Товарищи, одну минутку. Одну минутку. Все было на улице. Женский совет сделал кломбу. Где эта кломба? Трактора вы ее с снегом все собрали. Ну и что? Так что это делали? А вы говорите. Поэтому, говорю, надо всех гонять. А не ходить на субботник хором. Третьего, четвертого? Третьего, четвертого. Всех гонять. И меня тоже. Ну что, наверное, заканчиваем? Давайте еще раз. Спасибо вам. И всего самого хорошего вам. Еще есть. Да, да, да. Еще, пожалуйста, одну минуточку. Так, минуточку еще. Я вот буквально еще раз. Еще одну буквально минуту. Действительно, еще раз поздравляю всех с праздником. Вот молодцы. Мы сейчас поговорили. Это вот, я считаю, что какие бы ни были, допустим, сложные вопросы, может быть, мне или Станиславу, все равно сложно отвечать. Но это всегда замечательно. Замечательно, когда есть активность населения. Вот я прошу вас, отца, о том, что… Вот сейчас было сказано, Ислана Леонидовна о том, что… Нам нужно самим больше быть активным. Вот мы проводим различные… Вот мы говорим о том, как распределять денежные средства, как… куда пускать на дороги, как пускать на дороги. Мы проводим ряд слушаний, где вот эти вопросы обсуждаются. К сожалению, к сожалению, ни один человек не приходит. Ни один человек не приходит и не интересуется, а как, куда пошли денежные средства. Вот недавно были слушания. Вот Оксана Леонидовна специально просила время, чтобы было… проходили слушания вечером. Означили вечернее время. Снова не пришел ни один человек. Это очень помню. Поэтому прошу быть активнее. Это… Вот почему-то не пришли. Вот почему не пришли. Не знаю. Владимир Владимирович, когда проводятся такие мероприятия, надо… Вы знаете, не просто через газетку, я как говорю, а вот через активистов ветеранской организации. Ну… Чтобы они передали, да? Да. Дали свои председатели. И там под цепочки. Поэтому людей это бы не столько пришло. И уже, чтобы руководители предприятия, нужно пригласить. Вот. Ну, я имею в виду не только здесь, кто ходит. Я каждый раз. Я всех людей. Так, привлекать вот эти, как вы сказали, проведите у себя там дома, на улицах. Пригласите. На митингах было не столько людей. Хорошо. И этих работников предприятия. Ну, правильно? Вы пригласили своих, вы пригласили. А то ведь щитадо едят. Хорошо. Пусть послушают. Да. Все время. Уважаю. Вот буквально еще одну минутку. Вот здесь как раз собрались самые опытные жители нашего района. Вот хотелось бы посоветовать. Занимаемся благоустройством. Сейчас у нас сегодня должны подвезти саженцы яблонь. Вот нам нужно определиться место, где бы сделать нам хорошую, красивую. Вот ваших советов тоже хотелось бы услышать. Прилегите с участием. Мы теперь просто не... Не пусто там, а не знали. Чего-то все пределится. Вот если есть какие-то предложения, давайте мы готовы выслушать, будем принимать решение. Парки, что там будет? Нет, юбилей там мероприятия не планируется, но прибираться там будем. То есть порядок наводить, там оставшись сломанные деревья, все убирать, там будет все убирать. Потихоньку, по-моему, устраиваться мероприятия в этом году. Ну все, товарищи, большое вам спасибо. Ждите 9 мая. Снова встретимся. Тренироваться надо. А я раньше играл. Вот я знаю, поэтому забыли. Сейчас вы себе хочу. Я знаю, что вы играли, поэтому с Леей утренировалась.